На протяжении 14 лет в Ленинском районе проводятся зимние соревнования по мини-футболу. Динамичные отборочные матчи, захватывающие четвертьфиналы, интригующие полуфинальные игры. И вот, наконец, в минувшие выходные на стадионе «Металлург» состоялись встречи за призовые места. За завершающей встречи сезона наблюдала наш корреспондент Татьяна Акимова. В течение зимних месяцев в двух зонах «Видные» совхоз имени Ленина проходили отборочные игры за выход в полуфинал. 22 команды, 10 из города «Видные» и остальные сборные сельских поселений решили бороться в этом сезоне за звание лучшей. Футболисты западной зоны по известным причинам из состязаний выбыли. За 14 лет проведения этого зимнего первенства, но уже спортивная составляющая такова, что отсутствие некоторых команд никак не сказывается. В последний день соревнований на стадионе «Металлург» встретилась четверка сильнейших. В сборной из развилки «Видного» и две команды из сельского поселения совхоз имени Ленина. По воле судьбы в борьбе за выход в финал на одном поле встретились земляки «Пираньи-1» и «Пираньи-2». Задача у нас выполнена, поставлена. Одна команда играет в финале, вторая команда играет за третье место. В матче за третье место сражались вторые совхозные «Пираньи» и «Видновчане». К слову, большинство игроков команды городского поселения «Видное» – тренеры и воспитанники школы Олимпийского резерва «Олимп». Среди них и два брата – Александр и Игорь Пьюки. Этим видом спорта они занимаются с 7 лет, пошли по стопам отца. Футбол – это наша жизнь. Играть, допустим, вместе, тут никаких проблем нет. Наоборот. Тяжело против играть друг друга. Да, не можем играть. Друг против друга тяжело, а вместе – это нормально, даже хорошо. Не мыслит жизни без футбола Алексей Семенов. В этом сезоне – вратарь видновской команды. В последний год Алексей защищает ворота команды «Металлург» по мотоболу. Но футбол в его сердце занимает особое место. Это как первая любовь. Забыть невозможно, говорит Алексей. Конечно, такие виды спорта, как футбол и мотобол, отличают не только размер мяча. Здесь я могу бегать, в принципе, по всему полю, если мне это захочется. В мотоболе у меня есть 5,5 метров зона, где я, собственно говоря, запер. Там больше математики, больше приходится вычислять, кто как может ударить. А здесь все-таки больше действий, больше движения. С таким составом Олимпу было несложно выиграть встречу. Видновские футболисты забивали голы в ворота совхозных пираний один за другим, не забывая про оборону. Разгромный счет этой игры – 10-1. На соседнем поле развернулась борьба за первое место. Подсечки, штрафные карточки, забитые голы. Не просто было попасть в финал, еще сложнее оказалось победить. Нам тяжело было в первом тайме, нас очень атаковали, пессинговали, нам приходилось обороняться. Второй тайм чуть-чуть, может быть, полегче. Повели 2-0, расслабились 2-2. Ну, благодаря пенальти забили 3-2, победили. Но вот испытания позади, впереди минуты славы. Золото первенству по мини-футболу вручили развилковской команде. Серебряными призерами стали «Пиранье-1», бронза у видновчан. Также были отмечены самые результативные игроки соревнований. Татьяна Акимова и я, дамя Елена Кошелева, Видное ТВ.